Развитие социальных сфер, благоустройство города и модернизация различных систем. Глава Самары Елена Лапушкина представила отчет о деятельности городской администрации в 2023 году. Начиная свой доклад, мэр в первую очередь отметил работу по поддержке участников СВО и членов их семей. На территории города для данной категории граждан появилось множество мер социальной поддержки. Регулярно собираются и отправляются гуманитарные грузы. Ведется поддержка волонтеров, общественных организаций, активистов и ТОСов. На постоянной основе проводятся встречи с семьями мобилизованных, которые провожу и я лично, и, безусловно, главу внутригородских районов. Организовано межведомственное взаимодействие с военными комиссариатами, сооткрывшимся в 2023 году самарским филиалом фонда «Защитники Отечества», фондом «Звезда Элира», организацией «Самбат» и многими другими. Активные работы продолжаются по возведению и ремонту инфраструктурных объектов. В 2023 году отремонтированы дороги общей протяженностью более 44 километров. По отдельной программе в порядок привели 25 участков тротуаров. Работы по реконструкции ведутся на нескольких объектах. Произведена реконструкция теплосетей по 18 адресам. Завершено строительство котельной в Куйбышевском районе. Сразу семь мест массового отдыха благоустроены. Более 70 дворов преображены по федеральной и региональной программам. Продолжается реализация программ благоустройства общественных территорий с широким вовлечением в эти процессы жителей. А это один из основных подходов национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый гражданин старше 14 лет может принять участие в решении вопросов развития городской среды. Активность жителей Самары очень высока. В 2023 году в решении таких вопросов приняло участие 382 тысячи человек. Это на 10% больше, чем в 2022 году. Всего Самара приняла участие в реализации 10 нацпроектов. На эти цели было направлено более 5 миллиардов рублей. Более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать из аварийных зданий. На территории города оказывается 72 меры социальной поддержки. Из них 36 за счет средств города. Ими воспользовались более 100 тысяч человек. В 2023 году свои жилищные условия улучшили 210 молодых семей. 251 человек из числа детей-сирот получили ключи от новых квартир. Особое внимание в городе уделено образованию, в том числе и дошкольному. Все школы и детские сады обеспечены охраной различными системами безопасности. В 64 учреждениях проведен капитальный ремонт. В 11 отремонтированы пищеблоки. В 115 школах обновлена материальная база. Благодаря строительству новых детских садов практически ликвидирована очередь в дошкольные учреждения. Администрация города продолжает полномерную работу по открытию дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования. В 2023 году дети возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Благодаря реализации национальных проектов мы выполнили задачу, поставленную президентом России. Масштабные изменения происходят и в сферах культуры и спорта. В 2023 году завершено строительство бассейна в Куйбышевском районе. Начато строительство ФОКа в Прибрежном и спортивного модуля в Ленинском районе. Школы творчества, библиотеки и театры получают новое оборудование и оснащение. На базе бывшего кинотеатра России идет создание нового театрально-концертного пространства. Есть большие очень хорошие сдвиги. Это и строительство новых объектов, и ремонт объектов, и реконструкция объектов. И нам очень отрадно, что это и в сфере культуры, и в сфере физической культуры, и спорта, и, конечно же, в сфере образования. Это и ремонт пищеблоков, и ремонт, о чем мы говорили очень давно, и это действительно сейчас происходит, ремонт спортивных залов, что очень важно. Это не может не радовать, и вы видите, опять же, цифра увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, она увеличивается ежегодно. Модернизируется система общественного транспорта. В 2023 году для работы на городских маршрутах закуплено 62 единицы подвижного состава. Запущена программа капитального ремонта трамвайных вагонов. Реализуются меры по улучшению транспортной доступности отдаленных районов города. Для этого были запущены дополнительные маршруты. В 2023 году была продолжена работа по переводу общественного транспорта на контракты с оплатой транспортной работы, которые позволяют более жестко требовать с перевозчика выполнение нужного количества рейсов и соблюдение расписания. Реализация всех программ стала возможна в том числе и благодаря увеличению собственных доходов города. В реализации этой задачи помогла активная работа по выявлению правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости. В общем и целом сработали хорошо и исполнение бюджета как в доходной части, так и в расходной части, я считаю, что показатели очень неплохие. Завершая доклад, глава Самары отметила и направление работы в 2024 году. Основная часть деятельности снова будет направлена на развитие социального блока, сфер транспорта, ЖКХ, а также в поддержку бойцов СВО. Это продолжение реализации действующих внедрений новых национальных проектов, исполнение поручений президента, губернатора, мероприятия в рамках года семьи. Безусловно, особое внимание вопросам обеспечения безопасности, профилактики терроризма, экстремизма и, конечно, всеобъемлющая помощь фронту. В очередной раз отметил, что доклад прошедшего года, он плавно уже переходит не просто в задачи, а в мероприятия, которые мы реализуем уже за прошедший период 2024 года. Также в своем докладе глава Самары затронула градостроительную политику. 2023 год стал годом внедрения нового подхода комплексной застройки, который поможет решить проблемы сноса аварийных зданий и обеспечить новые микрорайоны социальными объектами. А также говорили о работе по сохранению исторического центра города в рамках соответствующей муниципальной программы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.